Воспитание детей О чем я хочу сегодня рассказать, я вам приведу пример на истории моего собственного сына, то есть реальная история, которая произошла буквально несколько дней назад, когда он своему папе сказал «Я что, должен тебе по сто раз повторять?» Он ему. Да, ребенок папе, на что я сделала замечание, с папой так грубо разговаривать нельзя, и получила ответ «Вы же тоже со мной так же грубо, вы мне тоже грубите, вы мне точно так же говорите». И на самом деле он был абсолютно прав. Подожди, прав. Почему прав? Вроде как со взрослыми нельзя грубо разговаривать? Я согласна. Что, не вышло какое-то законодательство там специальное? Я согласна, со взрослыми нельзя грубо разговаривать, но согласись, Эльдар, с детьми тоже нельзя разговаривать грубо. То есть это личность. Что слышат наши дети? Допустим, когда я сына ограничиваю, или я его останавливаю какие-то его порывы, или я его наказываю, или вот какие-то ограничивающие действия я делаю, я в этот момент считаю, что я таким образом о нем забочусь, таким образом я проявляю свою любовь. Но сын мой и вообще все дети, когда так делают родители, считают иначе. Они видят только наказание, ограничение, грубость, жестокость и все тому подобное. Олеся, что в итоге делать, чтобы и сын тебя слушал, и в то же время не было грубости? Нам нужно поменять вот этот самый посыл. То есть мы думаем, что мы так любовь проявляем, ребенок же совершенно другие вещи считывает. И это я тоже могу убедиться, потому что слышу, как он мне периодически говорит, мама, ты какая-то сегодня недобрая. То есть я вроде бы о нем заботилась, но в итоге он видит, что я недобрая. Нам нужно поменять вот этот посыл для того, чтобы ребенок считывал как раз то, что мы хотим транслировать. А что мы хотим транслировать? Любовь, заботу, восхищение, понимание. Я что-то не могу понять. То есть он вроде как не хочет, с одной стороны, быть взрослым, но в тот же момент хочет, чтобы с ним обращались как со взрослым. Да школьники еще об этом не думают. Они думают только о том, что они хотят к удовольствию стремиться. Вот это их основная задача. Мы же, родители, делаем все для того, чтобы его удовольствие разделить подальше и между ними поставить стену. Вот именно поэтому у нас постоянно конфликты. Что считывают наши дети? Вот что они видят у нас на нашем лице? Что они слышат в наших словах? Что они понимают, когда мы делаем какие-то действия? Мы постоянно транслируем какой-то негатив. То есть когда ребенок ведет себя хорошо, мы ноль эмоций. То есть ведет и ведет. Так как бы вот задумано. Ты должен себя вести хорошо, мы это не замечаем. Но когда ребенок ведет себя плохо, о, тут, милый, я сейчас тебе выдам весь спектр. Да, я тебе сейчас все скажу, все, что я о тебе думаю, я тебя накажу, я лишу тебя того, что ты любишь, я лишу тебя того, чего ты хотел. В смысле ты считаешь меня врагом? Как это ты считаешь меня врагом? Ведь все, что я сделала для тебя, ведь я наказывала тебя ради своей любви, от своей любви. Я хотела сделать все, чтобы тебе было хорошо. Но ребенок это воспринят совсем по-другому. То есть получается твой самый близкий человек становится сразу же автоматически твоим врагом? Совершенно верно. И сами поставьте себя на место ребенка. Вот у вас есть враг. Вы хотите этого врага слушаться? Вы хотите быть на него похожим? Вы хотите за врагом следовать? Нет. И что самое ужасное, у детей нет возможности от врага отойти. То есть вот он есть, и ты с этим человеком живешь, и никуда тебе не деться. И в итоге получается так, что мы во время детства портим с детьми отношения из-за неубранных игрушек, из-за незастеленной постели, из-за грязных там каких-то штанов. Из-за того, что они не ест. Да. И в итоге, когда ребенок вырастает, он уже становится подростком, и у него случаются уже реально какие-то серьезные вещи, мы уже то самое доверие потеряли, и больше на его какие-то действия, решения, никакого влияния не имеем. Олеся, а как реагируем на то, что вот он что-то сделал? Не знаю, разбил вазу, еще что-то. Вот. Как держать лицо и сохранять отношения? Вот на весы мы кладем. Что для нас важно? Чистые штаны и застеленная постель или отношения? И вот когда мы вспоминаем о том, что отношения вообще-то важнее, то мы начинаем относиться к ребенку не как к врагу, который вот специально пачкает штаны, а мы относимся к нему как к малышу, который еще просто не умеет. Просто пожурить. Знаешь, ты вспоминаю, помнишь укращение строптиева? Да. Вот он для того, чтобы там с любовью справиться, да, он бежал и рубил дрова. Вот так и вы, наверное. Вот вы вспыхнули, да, выйдите куда-нибудь на минуту, подышите глубоко. И найдет это систематик. Смотри, смотри, Эльдар, вот, допустим, тебя раздражает грязная тарелка. Ты можешь выйти и начинать кричать на ребенка, что опять тарелка грязная. А можешь сказать, слушай, ребенок, я опять вижу грязную тарелку, мне неприятно. Пожалуйста, убери, спасибо, что убрал. Ты сделал замечание. Я понял. Я думал просто, что мы это оставляем. Ты не портил это. Нет, мы делаем акцент, мы обращаем внимание ребенка, мы учим его, но не наказаниями, не агрессией, не жестокими. Ну или замечательный кокрыш, кто быстрее помоет посуду, я или папа. Вот, игровые моменты, они тоже всегда здорово работают. Кто последний ест, тот обычно моет посуду, морской закон. Мой папа так вот меня заставлял, что мыть посуду. Ну что, спасибо, Олеся, огромное. Ты у нас, как Аркадий Паровозов, ты всегда знаешь, как надо, и всегда спасаешь родителей. Я за детей, но и за родителей. В чувство вины проваливаться не надо, но стараться работать над собой необходимо. Мне кажется, нужно всегда помнить о том, что Аркадий Паровозов, он говорил, что он, может быть, не всегда быть рядом. Поэтому вот эти советы были нам сегодня нужны. Спасибо огромное, пока. И вам. Друзья, приближается всеми любимый праздник 8 марта. Мне кажется, пора уже присмотреться к символу международного женского дня, то бишь к цветам. Итак, вперед за цветами. Субтитры подогнал «Симон»